Ну а мы продолжаем тему кинематографа. 4 октября в российских кинотеатрах премьера фильма «Кислота» — картины, ставшей открытием на российском кинофестивале «Кинотавр», который со 2 по 10 июня проходил в Сочи. Молодой режиссер Александр Горчилин и съемочная группа «Кислоты» стали победителями в номинации «Дебют». Кинокритики фильм называют манифестом нового поколения. 29 сентября сегодня вечером премьера «Кислоты» прошла в кинотеатре «Аврора», а накануне создатели фильма стали гостями неспящих. Через несколько секунд Александр Горчилин и исполнитель главной роли Филипп Авдеев в нашей студии. Вот, как я и говорил, Александр Горчилин, режиссер картины «Кислота» и исполнитель главной роли Филипп Авдеев у нас в студии. Добрый вечер. Спасибо, что вы пришли. Мы, конечно, этот разговор записываем перед премьерой, которая сегодня в Петербурге уже прошла в кинотеатре «Аврора», поэтому мы не можем у вас спросить, как прошла премьера, но будем надеяться, что хорошо. Давайте посмотрим трейлер картины, коль скоро, я предполагаю, что вы не видели фильм, и я, честно говоря, тоже не видел, а после этого поговорим с ребятами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А какой я? А что я могу? Я с дрождию вас с тем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова получила похвалу от всех, кто был на Кинотавре, с чем мы вас поздравляем, хотя Кинотавр уже был давно, но теперь вот премьера, лучший дебют, между прочим. Про что фильм? Я должен с этого начать разговор, потому что по трейлеру понятно, но не все. Ну, трейлер действительно довольно-таки запутанный. Фильм про нас, про 20-летних ребят, которые живут здесь сейчас, не какая-то жанровая история, не боевик, не трейлер, а фильм, пытающийся разговаривать о каких-то проблемах внутренних, которые нам созвучны. Будь то проблемы в отношениях с родителями, либо в выборе своей ориентации, либо в выборе своей веры и прочее, прочее, прочее. Самореализации. Ну, да. О том, как люди выстраивают коммуникацию внутри себя и с окружающим миром. Его называют манифестом поколения. Ну, так удобно просто называть фильмы про молодых людей. Ну, окей, манифест про поколение. Просто все про это говорят, что вот какой-то манифест поколения, и мы постоянно отвечаем на вопросы про поколение, и постоянно говорим, что, ну, поколения как бы нет, это очень размытая тема. Это кино не про поколение, а про определенный тип человека, тип людей. Вот это какое-то, ну, небольшое общество. Мы сами, являясь частью поколения, не можем, ну, отстраниться, посмотреть со стороны и выдать результат. Мы здесь также анализируем, делая этот фильм, мы не давали ответы на какие-то вопросы. Мы эти вопросы внутри себя также формулировали и решали. То есть этот фильм и про нас также, и мы, делая его, разбирались и с самими собой, и с тем, что вокруг происходит. Ну, и вполне логично, что вы, может быть, и не ответили на эти вопросы. Может быть, со стороны для кого-то это фильм про поколение, окей. Но для нас это был отчасти и личный разговор, и разговор еще со зрителями. Если случится так, что фильм зародит вопрос, то было бы вообще супер. То есть не надо ждать, что там будет вот так, так, и так надо жить. Нет, это не про это все. Но, да, со временем... И не про то, что, а вот поколение у нас такое. Оно разное. Это правда. Потому что для кого-то картина на игле была, там, ну, для... Я чуть-чуть малыш, чем вы. Для кого-то там картина на игле была вот созвучна тому, что происходит в душе. У нее другая энергия. Там много культурных триггеров. Музыка, одежда. Ну, там про эпоху. У нас же не про эпоху. Ну, может быть, про эпоху, просто с другой стороны. Может быть, через 10 лет это будет про эпоху смотреться, как про эпоху. Я не знаю. Возможно. Меня поправили. Я чуть старше, чем ребята. Они чуть моложе. Я сказал, чуть моложе. Ну, пытался как-то... Ну, этим мы тоже не слышали. Соответственно, да, ответить не получилось. Давайте на рекламу прервемся, а после этого продолжим наш разговор. Далее в программе. Гости в студии, создатели фильма «Кислота», режиссер Александр Горчилин и исполнитель главной роли Филипп Авдеев. Ну, это не какая-то жанровая история, там, не боевик, не триллер, а фильм, пытающийся разговаривать о каких-то проблемах внутренних, которые нам созвучны. Премьера на второй сцене Большого драматического театра имени Товстоногова «Ромео и Джульет» или «Милосердная земля» режиссер Люк Персиваль. Выставка, посвященная 70-летию Михаила Барышникова. Что в кино? Новая фантасмагория Терри Гильяма, британский конфликт просветителей толпы и Киана Ривз один на один с русской мафией. А еще журналист, редактор, радиоведущий и музыкальный критик Юрий Сопрыкин о проекте «Полка» и не только. Когда ты перечитываешь книгу спустя 10 или 20 лет, ты обнаруживаешь, что раньше бы ничегошеньки не понимал. Музыкальный номер «Биллис Бен». Немного смерти и немного любви Александр Горчилин, Филипп Авдеев. Мы продолжаем «Неспящих», говорим о картине «Кислота», премьера, которая произошла сегодня в Петербурге. И, соответственно, на широкие экраны фильм выйдет 4 октября, то есть в четверг. Посмотрите, потом расскажете ребятам, что вы про это думаете, напишите про это в соцсетях. Вы читаете, кстати, в соцсети какие-то референсы, какие-то комментарии на свои работы? Не только про «Кислоту», я говорю сейчас, а про то, что вы делаете в Google-центре, про лето, в котором вы тоже снимались. Ну, честно, специально я что-то не ищу, но когда отмечают, ты автоматически видишь. Это как-то с годами, наверное, или просто с опытом, с каким-то рабочим выходит. Что толку от этих? Интересно почитать, конечно. Мне иногда интересно сравнить свое ощущение, например, как спектакль прошел. Вот, если мне, например, кажется, что спектакль прошел ужасно, и мне интересно, ну, как бы, понять, есть ли люди, которые думают по-другому, может быть, для кого-то все-таки что-то случилось. Вот, но это такая затягивающая история, в нее лучше, как бы, особо не влезать. Ну, у вас и времени, наверное, особенно на это нет. А как московская премьера «Кислоты» прошла? Очень нервная. Очень забавно, очень нервно. Все, что могло произойти плохо, ну, все, что могло случиться плохого, то и случилось. То есть? У нас полетело все оборудование, и не запускалась кинотеатральная копия фильма. Проектор не запускался? Нет, ну, проектор работал, не работал звук, не приходила, ну, звуковая дорожка. И чинили все это часа 3-4, не могли починить, задержали премьеру на час, все какие-то люди собрались, эти знаменитости всяческие, какой-то дурдом творился. И в итоге мы скачали копию из интернета, ну, которая просмотровка, чтобы высылать. Это аналогично, если бы мы на сцене поставили ноутбук, открыли бы, посмотрели бы рекламу онлайн-казино какого-нибудь, и включили фильм. И, собственно, мы вот так вот на большом экране, на премьере смотрели копию из интернета с монодорожкой, и была паника и ужас. Но в то же время, видимо, оно и круто, что так происходит. Это даже забавно. В Петербурге была премьера картины «Фауста» Александра Сокурова. В тот момент, когда он выходил, очень красиво все было в большом зале филармонии, и случилось ровно то, о чем вы сейчас рассказываете, да, только Александр Николаевич. Очень крутой фильм. При том, что ставил проектор специально в филармонии, в которой ничего не предназначено для кинопоказа, был установлен звук, все, огромный экран на сцене, и он не запустил, он пошел без звука, и там пять или шесть раз его перезапускали, и это была вот примерно та же самая история. Я не представляю, как он пережил этот этап. Я не представляю, как вы пережили то, о чем вы сейчас рассказываете. Саша просто кричал... Я кричал «нет, нет». До сцены выбежал. А потом я решил сбежать, но сбежать не получилось, я встретил Николая Баскова. Да, но вообще было, конечно, странное ощущение от премьеры. Только разных гостей просто было. Да. Какой-то... Ну, неужели бы в Google-центре симбиоз? Все происходило в Google-центре, и это было главное. Здесь даже не важно, что не включился звук или прочее. Круто, что это было в нашем месте, в нашем доме, собственно. Саша, вы говорили, когда в одном из интервью про каст артистов, про выбор артистов на роли, что вы пробовались и сами себя не утвердили, а при этом вы хотели взять людей, с которыми вы не знакомы, но оказался исполнителем главной роли Филипп, с которым вы знакомы. А вообще просто классный парень. Еще с Норд-Оста причем. Дело в том, что ребята познакомились... Я правильно, да, сейчас говорю? На мюзикле Норд-Ост. Вы работали в Норд-Осте. Да, да, да. В печально известном мюзикле, который долго шел в Москве. Ага. Так вот, как получилось так, что вы взяли Филиппа, если вы не хотели брать ни одного знакомого? Да классный парень. А, окей. Ну классный парень, хороший актер. Да я спал просто у подъезда, у двери, у Саши, вот. Присылал мне письма, ну возьмешься. Цветы ему присылал. Не, на самом деле я просто боялся одной такой вещи, что у нас может не произойти контакта, в смысле обмануться друг другом, как актер-режиссер, поскольку мы много лет работаем вместе и друг друга знаем чуть лучше, чем, возможно, нужно для работы. А на самом деле я зря того боялся. И то, чего я боялся, наоборот, сработало в плюс, потому что, ну, не при Филиппе будет сказано, но вот то взаимопонимание и та легкость работы с ним, она была, ну, для меня какой-то особенной. Не приходилось, ну, у нас был уже свой птичий язык там, ага, угу, угу, и угу, а помнишь вот тогда, да, все, и отлично. Пока с остальными ты сидишь и там что-то мучаешься, подбираешь слова, разбираешь, вот. И то есть здесь я очень рад, что вышло так, как оно вышло. Филипп, а вам тяжело было с Александром в таком качестве? Да нет, вот все, что Саша сказал, могу в обратную... в обратную сторону сказать Саше. Вот это абсолютная правда, что по поводу вот обмануться друг другом, например, когда я приходил на пробы к Саше, у меня вот единственная мысль была, это вот, ну, что я понимал, что вот что я сейчас могу вообще, ну, Саша просто через секунду, как бы, поймет мою пристройку, как бы, потому что мы играли с ним, ну, куча спектаклей и прочее. Вот, поэтому у меня была тоже такая внутренняя сверхзадача, что-то и в себе найти другое, соответственно, чтобы Саша мог это как-то сочетать. Ну вот, не знаю, как-то так оно и случилось. А мастер ваш, Кирилл Серебренников, помогал как-то в работе над этой картиной? То есть вы с ним не советовались, Александр? Нет. Вообще никак? Нет. Как такое бывает? Ну, видимо, да, бывает сейчас. Нет, ну, он читал сценарий, он сказал, снимай фильм. Я пришел к нему испуганно, говорю, как я буду снимать фильм? Он говорит, Саш, ты же актер? Я говорю, ну, вроде как. Он говорит, ну, вот сыграй в режиссера. Ты же видел, как я снимаю кино, как там снимают кино другие же? Ты же где-то снимался как актер, у тебя есть какой-то опытного людей со стороны? Ну, ты же сам, тем более, там, что-то делал. Он говорит, просто сыграй в меня, там, не знаю, в Валерию Гай Германику сыграй. Ну, меня так позабавил этот совет. Не то, чтобы я им воспользовался, но интуитивно я все-таки понимал, что где-то из меня оно само начинает вылазить. А вы можете сравнить после того, как вы снимались в лете у Кирилла Серебренникова, вашу картину, но не с точки зрения кинематографической, не с точки зрения вашей работы, а с точки зрения поколений? Вот чем они отличаются? Или те типы, окей, тот типаж конкретного молодого человека, которого вы играете, про которого вы рассказываете, типажи и те типажи, которые были в лете? Есть какие-то у вас наблюдения на этот счет, как вы думаете? Ну, только высаданные из пальца, из-за того, что просто этот вопрос мне, честно говоря, уже задавали. А, окей. Ну, я эти фильмы вообще никак не сравниваю ни с художественной точки зрения, ни с точки зрения внутреннего какого-то содержания. Но если сравнивать по поколению, то, мне кажется, те люди, про которых мы играли в фильм «Лето», для них что-то случалось впервой. В культурном смысле, в смысле открывания каких-то новых вещей в музыке, в себе. Были какие-то запреты, которые надо было преодолевать. И все это. Были какие-то препятствия, и они с ними боролись. Неважно, в каких целях, для себя ли, для общества ли, для культуры. Но с ними это случилось впервые. Сейчас мы живем во время, когда уже, ну, произошло много всего. И уже действительно удивиться, и удивить кого-то мало, ну, мало представляется возможным. И из-за этого инициатива, возможно, теряется и опускаются руки у молодых людей. В этом, возможно, разница и есть. Вот в том, что апатия бездействия, и апатия, но действие. Да, это две большие разницы, безусловно. Но еще там есть такой двигатель, связанный с музыкой. Такой, ну, что ли, вдохновляющий, да, вдохновляющая сила. А какая у вас вдохновляющая сила, если можно об этом говорить? Вот про что? В фильме, в смысле? Не в фильме? Ну, окей, давайте в фильме, да. Не, ну, можно мы не про фильмы связаться. Да-да-да, ну, да, ну, давайте перейдем на жизнь. Что есть вдохновляющая сила? Вот что это, если не музыка? У поколения вашего, как вам кажется? Ну, если говорить за себя, то для меня вдохновение, это, наверное, только вот общение с людьми и какой-то попытка найти какие-то новые, ну, какие-то, не знаю, новые взаимосвязи с людьми и путешествия, конечно, по миру. Ну, то есть я очень люблю просто открывать какие-то новые города там и вообще какие-то... Да даже в Москве, когда иногда есть желание, иногда я вот прям резко взять и свернуть куда-нибудь в другую сторону, просто чтобы вот новый пейзаж как бы... Увидеть. Вот, да, это иногда бывает полезным и очень вдохновляет. Надо заканчивать наш разговор. Да ладно. Два бруссера, да. Спасибо большое, что вы к нам заглянули. Спасибо вам. Хорошего вам проката. Спасибо большое. И мы с вами, друзья, не прощаемся. Увидимся буквально через несколько секунд. Продолжим программу «Неспящие».